всем привет ну что ж друзья мои сегодня с вами смотрим дом и все как вы любите дом заходи и живи от англичан в доме есть отопление или есть доктор соседи болгары с одной соседкой я даже познакомилась она присматривает за этим домом когда нет хозяев очень приятная женщина так что любители написать этот дом не даром не надо этот дом надо снести до основания так вот друзья мои сегодня не ваш день в селе есть магазины кафе несколько живут разные национальности очень много хороших красивых домов в селе садика нет школы нет есть детская площадка но поскольку до города елхова всего три километра вы туда можете даже дойти пешком там и школы там и садик там река там есть большой парк где можно прогуляться вот такое хорошее место расположения в общем знаете дом все в нем наполнение так как будто вы посетили английский дом мебель очень хорошая из натурального дерева я знаю что молодежь этого не любит и очень много людей которые любят вот эту современную мебель клееную я к сожалению таковым любителям не являюсь я люблю хорошая натуральная красивая старинная антикварная мебель там не антикварная но знаете для солидных людей очень даже подойдет но если мебель вам не подходит ну поменять ее нет проблем согласитесь и так представляю вашему вниманию трехэтажный дом от англичан продается с великолепной мебелью 10 лет примерно назад был сделан ремонт люди практически не жили двор семь с половиной соток и есть заезд для автомобиля вот где лежат это обрезанные кусты двор ровный дом получается немножко опущен сад приподнят и вот такой забор а пойдемте внутрь красивая дверь окна с такими арками свет электричество вода и газовая плита от баллона попадаем с вами в такой холл все это крашеная здесь приделаны такие пенопласт да галтели ступени натуральный мрамор ограждение металл и в доме есть отопление дровяное и возможно через пилеты но надо разобраться с этой машиной значит когда вы заходите здесь получаться не такое высокое помещение когда поднимаетесь а внизу уже стандартная 270 280 и здесь еще один такой холл давайте пойдем по порядку значит я буду заходить слева здесь кто-то называет техническая комната кто-то просто техническая кухня кто когда потому что здесь есть вот такая мебель значит машинка посудомоечная одна все хорошая фирма да значит это стиральная машинка здесь подключена вода микроволновка наверное еще одна посудомоечная машинка я в шоке что здесь есть вот такой холодильник фирма знаете дорогая да и вот это вот bosch это морозильная камера в помещении два окна смотрим с вами всегда потолки это идет разводка я так понимаю отопительная стоит вот такая машина но кто специалисты вы разбираетесь хозяин живет в англии поэтому тут консультирую вас я как могу помещение достаточно большое я думаю раз два три наверно три с половиной на три с половиной может быть четыре шагами просто меряю все что вы видите в доме все остается вся эта мебель натуральная это уже кухня скажем парадная тоже стоит большая батарея на кухне вся эта мебель все вам остается здесь обращайте внимание какая техника да знаете эти фирмы все дорогое я так понимаю это микроволновая а это уже духовой шкаф все что в этих шкафах все достанется тоже вам даже вот это так кастрюли все давайте посмотрим что тут какая фирма вот видите все фирменная хорошая кастрюли тяжелые видно что новую да газовая плита хорошая очень поверхность тут даже смотрите можно делать вогда сковородку и стоит газовый баллон вот такая вот вытяжка поверхность натуральное дерево и вот здесь все очень приятное красивое окно на кухне вот такая вот мойка это я не знаю как материал называется но это не металл и тут уже как зал до мебель сейчас вся накрыта мебель настоящая кожа смотрите какая очень хорошие кресла сейчас я так вам откину лампа какая красивая и натуральное дерево столик журнальный так еще что здесь интернет есть в доме мы с вами видим и вот еще такая тумба тоже натуральное дерево и есть обогреватель газовый у нас тоже такой есть очень хорошо греет через баллон газовый вот там даже кстати и баллон стоит тоже машина это стоит денег люстра такая смотрим потолки с вами сразу сигнализация охранная есть видите датчик на движение стоит и вот здесь это не похоже на мокрое пятно но почему-то отошла здесь известка кто будет приезжать смотреть этот дом вы будете разбираться да что там и как так давайте на кухне тоже посмотрим какие материалы значит здесь вот такие вот плафоны это от датчика на движение все провода идут здесь тоже датчик на движение сигнализации я разбираюсь поверьте мне так но это просто обыкновенная плитка идем дальше так а стол я вам показала не показала стол натуральное дерево если его обработать маслом он вам еще послужит сто лет даже не сомневайтесь в этом и на полу кстати это лежит плитка может быть это камень надо уточнить вот там на ступенях точно мрамор это скорее всего плитка значит на первом этаже есть баня до ванная комната душевая ограждение стеклянного нет но вы можете запросто его поставить вот такая плитка вот такая раковина туалет и здесь тоже что очень хорошо есть батарея то есть вы будете принимать всегда с комфортом душ и еще здесь столовая на первом этаже тоже есть батарея окно вот этот чудесный сервант вам достанется натуральное дерево все это вся мебель привезена из англии но производство не англия стулья то какие боже мой тоже надо какая красота очень красивая но и видно что стол красивый я тут хозяйничать не буду все раскрывать я думаю вы понимаете да какого уровня здесь мебель единственный момент тут почему-то нету плинтусов и вот это давайте посмотрим что это ламинат на полу лежит ламинат куда-то делись плинтуса очень интересно значит так это я вам показала здесь потолок вот так освещение есть конечно если кто-то купит тут придется делать косметический какой-то ремонт потому что видите все таки года сказываются и когда дом стоит без хозяина вообще это плохо нету живой энергии в коридоре тоже батарея металлические перила идем дальше вот этот чудесный слоник вам достанется между проходами окна и вот еще раз повторюсь идет кабель для сигнализации лестница бетонная не какая-то там деревянная посмотрите все сделано качественно и вот идем и сейчас значит с вами на второй этаж здесь спальные комнаты такой комод нас встречает тоже газовый радиатор и здесь получается первая спальня с выходом на балкон окно окно тумбы кровать конечно трон и вот такие вот два шкафа для одежды кстати посмотрите это тоже все останется очень хорошие качественные одеяла и подушки здесь датчики на движение так получается здесь три спальни и кабинет боже это наверно мастер спальня до родительская то наверно была гостевая здесь тоже выход на балкон позже какие тут штуки красивые я хочу такие очень нравится мне вот такая вешалка напольная посмотрите какое здесь постельное белье и сундук и зеркало и еще комод это же шкафы для одежды даже тапочки шучу так с потолками что здесь как обстановка датчики работают потолки в порядке я бы конечно здесь люстры поменяла вот при такой дорогой мебели и такая довольно таки скромная люстра но опять же у нас у всех разный вкус да идем дальше следующая спальня детская две кровати небольшие в таком же стиле точно также для одежды шкаф и тут почему-то тоже такое впечатление что когда делали ремонт лентуса как-то о них не подумали да или работники сбежали когда уже осталось доделать мелочевку два окна получается углом батарея и прикроватная тумба здесь тоже с потолками все в порядке так это что у нас тут такое на стене ну это краска знаете здесь придется немножко ее подремонтировать штукатурочку эту снять и по новой замазать говорю вам все как есть здесь тоже на полу мрамор натуральный еще одна ванная комната по такому же принципу немножко другое расположение батарея туалет такой стоит он даже тут что это климатик посмотрите какой огромный бойлер даже не знаю на сколько литров наверное на сто с чем-то точно не на сто больше гораздо окно душевая кабина так все сделано все продумано и в полу по болгарской традиции есть такой слив для воды и комната кабинет тоже боже какой диван с такой прекрасной мебелью опять же такая мебель на любителя я понимаю вот сейчас молодежь они не совсем разбираются во всем этом до в этой мебели не понимают ценность материалов они любят эту стружку я обожаю вот такую мебель из натурального дерева и посмотрите какой шикарный письменный стол есть даже машина для уничтожения бумаг смотрим потолки с потолками тоже все в порядке принципе дом немножко подремонтировать да вот плентуса такие вот мелочи где-то подкрасить где уже ну требует до этого и заселяйся живи никаких тут каких-то капитальных объемных работ дом не требует так идем дальше третий этаж его хотели превратить фитнес-зал наверно потом раздумали фитнесом заниматься мое такое мнение так на полу значит натуральное дерево здесь остались конструкции такие видны и да от крыши то есть крышу получается немножко то ли приподняли то ли как они ее облагородили вот так деревом несложно судить до об этом ну и вот здесь в общем сейчас здесь хранится то что не нашло место в других комнатах каминные трубы и стеллажи вот такая большая батарея ну что ж друзья мои господи не упасть бы все вам показала давайте посмотрим еще вниз вот так вместе со мной еще раз спуститесь все все очень крепко надежно перила никак не качаются то есть стабильный берешь и если ты за них взялся то ты точно не упадешь второй этаж окна пластиковые до хорошее качество и вот декор все остается вам сейчас мы посмотрим на сад это первый этаж напоминаю и вот выход из дома здесь слева такой цветник можно розы посадить до понимаете конечно все запущено здесь сделано террасирование такое приподнята земля выровнена когда-то был газон есть сливы для воды так здесь стоит какое-то оборудование а это шкаф пластиковый для сада вот и смотрите как выглядит дом с обратной стороны отливы есть все есть даже для проветривания да по моему это сделано и выход есть из другой двери на задний двор я не совсем поняла где она а я ее не увидела потому что шторами было закрыто ну и вот смотрите здесь достаточно надежный подъем семь с половиной соток вместе с домом селе живут болгары есть иностранцы инфраструктура несколько магазинов несколько кафе доктор приезжает вторник четверг это село находится в трех километрах от города елхова где уже все остальные специалисты да и доктора все там есть там есть также лаборатории школы садика в этом селе нет село такое не очень большое дорога до села хорошая повторюсь три километра от города елхова город елхова находится в 90 километрах от города бургас то есть до моря 90 километров до аэропорта может быть девяносто три километра чуть побольше да потому что аэропорт не в самом городе бургас находится дорога до бургаса и до всех остальных городов получается здесь до турецкой границы наверное километров 10-15 до границы греции километров 60 в общем все очень замечательно хороший парк есть в селе все вам рассказала будут вопросы пишите что обратите внимание что эти вот подоконники то ли бетон то ли камень но это не плитка точно и везде есть на комарнике жду ваших комментариев что вы думаете об этом доме вообще ваши идеи мне всегда очень интересны кроме тех когда вы пишете все надо снести к чертовой матери но и до скорой встречи мои дорогие друзья все мои контакты находятся внизу под роликом если вы нажмете на название там выйдут все мои контакты ну а если не найдете пишите комментарий обнимаю до скорой встречи пока пока